Значит, я представлю вам у модератора круглого стола, который у нас здесь сейчас будет, а он вам представит участников и расскажет вообще о теме. Вот Макар Асоки, ну, собственно, поприветствуем. Спасибо. Рад, что вы все пришли послушать о проблемах инди-разработки. Наверное, вы все инди. Или уже давно не инди, но, пожалуй, начнем. Так, начнем с экспертов. В том углу у нас находится Антон Карлов, всем, наверное, известный. Делал по книгу Эккерсен Батро, Майнстрак. Не путай меня. В этом углу находится Евгений Кузьмин, Джонни Кей. За ним сидит Константин Бараненков и Алексей Давыдов. Так, мы начнем тогда. Первый вопрос у нас — это совместная работа над игрой. Многие ли из вас вообще работают одни, или, может, в содружестве с кем-то, в сообществе каком-то, может, команда есть? Вот, хотелось бы узнать опыт наших дорогих экспертов в совместной работе. Давайте. Здравствуйте. Здравствуйте. Рано или поздно вы все придете к тому, что вам надоест ходить один и тот же код для каждой своей новой игры, и вы захотите, чтобы это делал кто-то другой. Вот тоже самое ответственность и к всему остальному прочему. Какие пути, какие варианты вообще могут быть в этом случае? Либо вы кооперируетесь с каким-то дизайнером, который вы хорошо знаете. Вы знаете, что у этого день дизайнера есть хорошие игры, вообще вы очень хорошие знакомые. Здесь могут быть проблемы в том, что каждый это самое одеяло может тянуть на себя. То есть, вы можете предложить какую-то хорошую идею, а этот день дизайнер, ваш товарищ, предложит не менее хорошую идею, и начнутся проблемы. Ну, если вы человек импульсивный, как, например, я, вы рано или поздно можете просто расстаться с этим человеком. Ну, если можно, конечно, идти по комиссии, это будет более взросло. Следующий вариант. Вы идете в какой-нибудь университет, находите там студентов, которые согласны работать за не очень большие деньги, но и якобы они умеют что-то делать. С этим есть тоже проблемы. Студенты это студенты. Если это все-таки не студенты, а какой-то человек, который, скажем, уволился из какой-то программерской фирмы или вообще просто умеет программировать, может начаться такое, что этот человек начал ему говорить, что у жены его менингит, у детей бронзит, квартира сгорела, а родственников забрали инопланетяне. Ждите, это будет обязательно со всяким человеком, который... Это произойдет с каждым из вас, и не один раз, поверьте мне. Это очень больно, это очень неприятно, это потеря денег, времени. Поэтому второй случай я рекомендую воплощать в жизнь, только если вы обладаете какими-то средствами, обладаете какими-то ресурсами, наверное, материальными, чтобы вы могли позволить себе рискнуть так. То есть если у вас есть какая-то идея, и в принципе вы способны ее осуществить самостоятельно, но думаете, что, скажем, у вас не хватит времени, потому что вы работаете на основной работе, не делаете ошибку, нанимая какого-то неизвестного вам человека, чтобы он делал за вас какую-то работу или вам помогал. Больше, чем в 50% случаев вы пакетите неудачу, потому что этот человек будет похищен непонятным. Что-то я сказал, да? Что я могу сказать о командной разработке? Командная разработка – это проблема. Болячки все те же самые, что… Ну, у Индии те же самые, что и у компании, те же, что и при работе с фрилансерами. Это… Если это Инди-разработка, то это необязательность, не какая-то такая работа спустя рукава, и рецепта на самом деле нет. Если… Почему Инди работают эффективно? Потому что они Инди и работают в одиночку, и делают все сами. Сами замотивированы, сами все делают. Когда Инди начинают объединяться в командочке, когда они постепенно превращаются в компанию, начинают работать неэффективно. Вот. А вот мой опыт, он такой… Я работаю со своей девушкой. Она художник, а программист. Это такой ад. Когда ты попытаешься, ну, попросить там что-то нарисовать, ты можешь о себе много нового узнать, если ей не хочет работать, например. Вот. И поэтому, если у Индии, если не хватает рук, и надо как-то подключить кого-то, чтобы сделать проект, то ни за что не стоит брать родственников или друзей, или, ну, в общем-то, это относится не только к Индии. Ну, так. Есть варианты нанимать каких-то фрилантеров, но проблемы все те же самые, необязательности и все такое. Короче, я не знаю, пока что с этим делать. Неоднократно это, да? Мусор выносил и посуду мыл, чтобы графику пересовывали вовремя. Здрасте всем. Я, можно сказать, прошел, наверное, через все этапы командной разработки. Перед тем, как я Индии стал, у меня был опыт через интернет-работы в команде, причем и разно-национальной, и разно-языковой. Но если мы об Индии говорим, то самая популярная, наверное, тема, это когда тема организуется, находит на форуме, например, программист-дизайнеры, они решают вместе замутить что-нибудь, не вкладывая никаких денег. Значит, самое главное, что я считаю, что в Индии должен быть ответственный, ну, вообще, при разработке ответственный человек. Единоличная ответственность на ком-то одном обязательно должна быть, потому что коллективной ответственности ее не бывает. Вот когда по чуть-чуть собрались, и все вроде как друзья, эти проекты, как правило, либо очень долго делаются, пока, кстати, кто-то не решает таки топнуть и взять на себя вот это дело, либо они не завершаются никогда. У меня вот сейчас есть, то есть я как бы в Индии перерос немножко, у меня уже сейчас штат есть, офис и так далее, люди на зарплате, поэтому тут другие проблемы возникают, да, это уже отдельная тема. А если работать через интернет, я вот всем рекомендую Basecamp, я вот здесь кто-то использую какие-то виртуальные проекты, есть все равно, отличная штука, там можно файлики загружать, кстати, Basecamp вместе с Dropbox хорошо работает, и обязательно, ну, кто-то, кто-то должен взять на себя роль лидера, иначе никакой команды разработки не будет. Спасибо. 1 2 3 1 2 3 раз хорошо там тоже следую к командной разработке и что мне сказать? я и давным-давно еще в начале 2000 работал в команде разработке картуальных игр у нас там было три человека и мой опыт никого по командной разработке То есть должен быть обязательно лидер, не только который принимает на себя ответственность, но и принимает решение окончательно. То есть когда есть в команде спор какой-то, когда не можешь туда определиться, обязательно должен один человек всех рассудить, а остальные должны ему прислушиваться. То есть это лидер обязательно. Чтобы не было проблем в разработке игр, в долгосрочной разработке, должна быть все-таки удаленная, не должно быть удаленной работы. Потому что это когда люди работают удаленной, там много способов не встретиться, не выйти на связь, там много очень проблем, там можно много обмануть, заболел, как там украинопланетяне, все такое. Но все-таки когда человек ходит в офис на работу, там есть ответственность прийти, начать работать, то есть не заниматься всякой, чем уходит. И желательно, чтобы все-таки работу практиковать в каком-то помещении, в офисе, то есть на месте. Ну и командный дух, чтобы как бы тоже поддерживался, вот энтузиазм, все-таки в личном общении это намного лучше, там можно даже игры играть, в бокс, вот, у Джонни тоже опыт есть, у меня большой телевизор. И добавлю про родственные бизнесы, вообще вот не заводите бизнеса с родственниками или друзьями, потому что в итоге это приведет к большой катастрофе, потому что это большая проблема. Желательно все-таки каких-то новых людей, как-то просто ставить сразу, чтобы бизнес это отдельно, а все родственные отношения это отдельно, потому что потом все будет куча, перемешается и будет много проблем. Ну все, вот у меня все. А вот пока Антон говорил, еще вспомнил, очень важно планчики писать, хотя бы маленькие, хотя бы символические, но чтобы были этапы разработки и все они узнали в команде. Ну это даже для одиночной разработки обязательно, просто должен как бы никому, но все. Хорошо, так тема совместная работа над игрой, если у вас есть какие-то вопросы, то давайте задавайте их своим экспертам, говорите кому задать вопрос, вам микрофон передадут, какие-то вопросы есть? Совместная работа над игрой, никто не работает совместно, нет проблем никаких, да, все хорошо у вас? Все богатые, у всех офисы, окей, хорошо, давайте переходим дальше. Какую игру делать? Очень важный, актуальный вопрос всегда. Какие жанры выбрать? Что и как? Клон, не клон, да, то есть давайте расскажите. Не клон. Не делайте клон. Прошу вас, не делайте клон. Не добавлю, лучше ринейка. Мне кажется, самый камерный вообще. Я сейчас про кода? Смотрите. Я сейчас про кода. В общем, смотрите. Появился откуда-то непонятно какой-то человек, который начитал 100 моих блогов, блог Пантонов, Магим и так далее, и решил сделать какую-то игру. Ушку. Нет, не он. Так вот, учитывая то, что это свежая кровь, то, что у него свежий взгляд на все это дело, возможно, может такое случиться, что он сочинит очень классную новую механику, такую, которую вообще ни у кого нет. Этот человек как-то там самостоятельно рисует намятые бумажки, какого-то там рак дольчика, который залетает, и продает эту игру спонсорам. Ну, конечно, спонсоры его разведут, то есть это никто, нет, у тебя тут ни графика, ничего такого, ну, может быть, он получит пару тысяч долларов. Но игра пойдет, игра будет успешной, и со всех сторон на этого человека сразу посыплется предложение, сделать там на iOS, сделать там продолжение, сделать там на Android, и может быть, там же на детском Unity, это уже не важно. У человека средств на это все нет, естественно. Ну, что там с этих двух тысяч, которые там полторон, тут же проплетки. А для того, чтобы разрабатывать на iOS, это нужен Macintosh, это нужен там хотя бы один iPod, хотя бы один iPad, ну, хотя уже на Android не один. Денег у него, естественно, уже не осталось, и поэтому все это как-то он отложит на потом. Но есть люди, у которых это все уже есть. Вот. Я говорю о том, что среди вас, скорее всего, есть эти люди, у которых все это уже есть. Вот. И, пожалуйста, не берите вот эту самую вот механику, эту вот идею этой игры, этого самого несчастного, нищего, но талантливого человека, и не разрушайте ему жизнь, потому что вы просто его опередите, и если он выпустит какую-нибудь там вторую часть этой игры, эту вторую часть этой игры будут называть клоном той самой игры, которая сделает более там богатые уже особо опытные разработчики. Не делайте клоны. Мне кажется, сейчас проблема у людей даже не в том, то есть, наверное, в зале больше именно тех, кто как бы не располагает финансами, чтобы сделать и осчастливить какую-то идею, уже существующую, каким-то бюджетом. А наоборот, много тех, у кого есть идея такая, и кто вот, ну, может быть, сомневается, а та ли это игра, да, вот куда мне двигаться, какую игру делать. Вообще, очень каверзная тема, какие игры делать. Вообще, как жить. Есть ли жизнь на Марсе. Но это очень широко. Люди их нету. Наверное, надо делать игры, которые вам очень нравятся. Не делайте то, во что вам не нравится играть самим. Если вы как бы с душой подходите к процессу разработки, это вообще чувствуется в игре. А от жанра очень мало зависит. Вот можно кучу примеров привести, как типа в популярных жанрах люди делали, и это вообще не отбивалось, и не приносило никаких денег. Ну, перебью. Перегиб. Не делайте клаву. Вот я часто слышу от новых разработчиков, которые присылают мне, скажем, какой-то прототип, и внизу бывают такие приписки. Вот я сделаю прототип вот этой игры, и вот лично я стал бы играть в эту игру, говорят мне эти люди. То есть мне вот она нравится, мне нравится вот так вот, как вот она там будет, вот как она сейчас есть, этот прототип. Вот я бы стал играть в эту игру. Скорее всего, это будет означать, что все остальные не будут в нее играть. То есть, конечно, нужно делать то, что нравится, но не обязательно должен нравиться какой-то сверх хардкорный жанр, сверх хардкорная механика, только потому что вы любите играть в эту игру. Ничего подобного. Ну, ничего подобного в том смысле, что это обретет какой-то успех. Нужно, я все-таки жду, когда расскажут про популярные жанры и все такое, смотреть, во что играют люди, смотреть на топы конкретейтов и там прочего, и как-то вот думать туда, а не заостряться на том, что вот вам нравится. В общем, не делайте больших игр, особенно в одиночку или маленькими командами, если у вас нет бюджета, потому что это обычно большой риск не оправдать в общем вложение, силу и время. То есть, это сложная разработка, большой риск дотягивания времени и, соответственно, не вписывание, так сказать, в сроки и во все остальное. То есть, небольшой риск не окупиться. Да, на реальном обыде. Ну и про клоны тоже скажу. Не делайте клоны, можно делать ремейки. То есть, это когда вы берете хорошую идею и сильно развиваете ее. То есть, это тоже может быть. То есть, делайте, старайтесь делать лучше маленькие игры какие-то там, не знаю, фановые, то есть, чтобы это было просто, весело, то есть, может быть, для детей там. То есть, а в основном, в аудитории, если мы говорим про флэш или иот, да, это как бы в основном дети там. То есть, маленькие игры простые, музыка, графика, симпатичная, няшная анимация, все. Это будет хорошо, то есть. Да, я не хочу двигать. Ой, я уже не прибиваю. Если уж вам приспичило сделать клон, то есть, что я имею в виду. Часто пишут, опять же, ну вот, если я вижу какую-то хорошую игровую механику, и мне кажется, что я могу ее улучшить и наполнить всякими такими фишками, что это будет просто бомба, имеет смысл связаться с автором этой игры, пусть он там иностранный, там товарищ или еще кто-то, может быть, он согласится, может быть, вы станете со авторами, скорее всего, если будет удачный исход дел, вы приобретете хорошего друга и хорошего гейн-девелопера, ну, не совсем хорошего, потому что он же сделал, ну, не ту игру, и вы хотите сделать мне клон. Будьте порядочными. Проявимость должна быть. Ничего сложного написать этому человеку. Пусть он откажет, пусть откажет, но, по крайней мере, как мне кажется, совесть будет чиста. Константин. Я все-таки скажу, какие игры делать, да? Если говорить про портальные флешки, то на порталах рулят игры с оригинальными механиками, а оригинальную механику проще всего сделать на физике. Ну, и поэтому, собственно, вот эти вот миллионы этих физических пазлов, они, ну, они забивают все топы, и если игра не физический пазл, то довольно сложно. Ну, возможно, возможно... В общем, делать эти физические пазлы. Можно делать дефенсы, можно делать игры, где много апгрейдов, то есть, например, лаунчер, запускаешь куда-нибудь там черепашку, потом ее апгрейдишь, запускаешь дальше. Все такое. Хотя бы не черепашку. Ну, можно, да, не черепашку. Спасибо. Итак, тема, какую игру делать, если у вас есть вопросы. Пожалуйста. Отнесите мне. Сейчас вам телефон перейсу. Все все знают, да? Вопросы? Простите, вы сказали, трижды повторили, что не стоит делать клон, и в то же время сказали, смотрите на конгрегат, и смотрите, во что играют люди. Каким образом это сочетается? Тенденции. То есть, физический пазл. Вот сейчас они рулят. Ну, физический пазл – это одна и та же механика практически. Вот где надо. Каверрон, широк долг, это абсолютно разные вещи. Я еще добавлю, да, значит, насчет топов, не особо стоит ориентироваться на конгрегейт, там такой, таких порталов немного, и там хардкорная аудитория, лучше смотреть на порталы, которые попроще, шпильгеймсы, эти вот порталчики, но в доме конгрегейт все-таки слишком такой специфический. Ну, хорошая игра. Там кто стоит. Да. Даже если извините. Еще вопросы? Вот, ребятушка. На гидрофон можно или громко кричать? Скажите, а вы сейчас тоже ведь над играми работаете? Понятное дело, что детали вы не раскроете, но вот они в том направлении, которое вы сказали, или совсем в другом? Я делаю мясной, кровавый, физический пазл с отрывами зданий в продолжении. Нарайгрейт. У меня сейчас в разработке порядка четырех игр из неугвенной физики. Одна продолжает тоже вот как бы игру, которая у нас была до этого. Там просто такой паровозный, можно сказать, менеджер. А одна, по-моему, еще шутер. Там претензии на 3D, но без 3D. Так вот. У меня нету физических пазлов. Но есть физика. Физика нравится. Медикам очень. Это забавляет играться с физикой. Какой бы она ни выведена, поэтому физические пазлы все-таки намного привлекательнее. И большой шанс, что они будут покупаемы. Я тоже повторяю по вашей секреты. Если говорить о разработке на Flash, то вы используете бокс 2D для физики? Или какие-то другие движки? Бокс 2D? Мы нейп активно используем. Как-то бокс не пережился, и вот на нейп и начали, и только на нейп все делают. Можно я скажу, почему бокс 2D лучше? Он наиболее популярен. Он везде портирует, практически на любую платформу, которую вы не собрали сделать. Мне даже сказали, что она как-то мы опять уже портирует. Если вы делаете на нем, если вы решите потом, куда-то портирует, то будет проще, конечно. А нейп все-таки меньше сообщества, меньше документации, меньше взять модов, которые можно добавлять в расширении. И бокс еще просто платформенный. Портии на всех платформы есть. Да, да, да. Я бы там сказал, почему лучше. А нейп на хексе портиру тоже выли. У меня еще одна идея возникла, пока ребята говорили. Я сказал, что делать игель, которая нравится. Очень важно понимать, что не надо делать ту игру, которая вам сейчас понравилась, надо сразу ее садиться и разрабатывать. Вы давайте идеям отближаться месяц-два и вот хорошая цифра на 10 прототипов, которые что-то в коде умеют делать. Вот в разработку закладывать одну игру, самую лучшую, которая вам больше всего нравится, из примерно 10 прототипов. Вот это тогда у нее высший шанс на успех. Уже коммерческие подходы разработают. Почему? У многих Индии есть куча идей и есть несколько прототипов. Все равно приходится выбирать. я просто свое основание этой истории заимствований. Вот смотри, Кэссел Луфенштейн точно не первая 3D-бродилка. Ужасная мигашка. Папкаповские игры, это не секрет, они всем рассказывают, это заимствование гораздо менее известных, каких-то совершенно странных, но их механика не оригинальна. Вот, ты правда считаешь, что надо обязательно связывать с автором какой-то странный маленький флеш, если ты хочешь заимствовать какую-то общую идею, что там по округам движется что-то и поэтому надо стрелять. Ну, попробую вот так вот объяснить. Смотрите, вот тот самый человек, про который я рассказывал, который неизвестно, откуда взялся, вот изобрел какую-то оригинальную игровую механику. Игровая вот эта механика рассчитана на какую-то казуальную флешечку. Цена ее разработки, у нее нет вообще цены разработки, ну, то есть там реальный флеш, все поняли, что я имел в виду, да, его взять, какие-то там несколько вечеров работы и получается какая-то игра, пусть она плохо нарисована, это не важно, она принесет какие-то деньги. Да? Это означает, что вот идея, которую он придумал, она уже стоит денег. В принципе, даже без реализации. Ну, те вечера, которые он потратил, это, ну, не назвать уж прямо, вот он там сидел там полгода, там годы и все такое. Он еще потратил немножко времени и сделал игру, которая там принесла денег. Если он нащупал еще и просто изготовляемый графический там стиль, похвастаться от Рокдол Кэннон, это принесет еще больше чем 2000 долларов, и это означает, что эта идея стоит вот именно этих денег. Теперь возьмем, предположим, вот вчера мой издатель как раз об этом разговор сказал, вот берем Call of Duty и Battlefield, да? То есть, кто кого клон и клонали они вообще там чего-то там предыдущего. Вот, предположим, этот самый наш несчастный разработчик решил сделать шутер А-класса. Придумал какой-то сюжет, что там, не знаю, инопланетяне какие-то там твари вырезали из ведра земли, там, придумал какую-то любовную линию, что там, Хэнеди и Хрущевым. И, естественно, если он начнет это делать, получится фигня. Ну, потому что нет у него 100 человек, нет у него 100 миллионов долларов, чтобы это сделать. И получится, может быть, ей смотрится безумно, но, может быть, она очень хорошая идея. Но он не сможет ее сделать, потому что нет ресурсов, не хватит у него никогда всех накоплений семи. Вот. Поэтому идей, вот, в жанре класса вот этих шутеров там и всего прочего, может быть, целой кучи, но они не стоят ничего, потому что здесь важна цена реализации. Понимаете, о чем я говорю? Вот. И, как вот Сергей сказал, там, клонов Фрагенштейна и все такое, это не те уже клоны, то есть, это уже совсем другое, это уже жанр, который требует очень больших вложений. Да, то есть, если у нас есть идеи, на миллион долларов маленькой казуальной игры, которая там делается, скажем, за месяц, это не те ресурсы, которые нужно потратить на эту огромную там... Да. Я уже забыл, на самом деле. Еще вопрос. Передай спросить, микрофон. Секундочку. Сергей. Да. Где вы? Да, я здесь. Я хоть чуть-чуть ответил. Может, микрофон сила? Да, большое спасибо. Думаю, можно будет в куларах продолжить беседу на эту тему. Скажу честно, наверное, мое главное здесь вопрос к тебе. А вот пушки, это уже не жанр? Нет. Понял? Я скажу тогда. Добрый день. У меня вот такой вопрос. Как вы считаете, перспективны ли еще или до сих пор онлайн-игры, то есть не социальные, а казуальные игры, возможно, они асинхронные, как вот был на конкретете асингрейсинг, или просто игры, где может одновременно играть или по P2P, или где-то через сервера, играть одновременно люди, но это именно как портальная игра. Еще раз скажем. Я считаю, что это экспертивно, то есть это очень активно развивается сейчас. Просто это очень дорого в разработке, нужно писать сервер, поддерживать, обеспечивать это, как бы нужно, чтобы какие-то были микро-транзакции, еще что-то, чтобы это все купало. Но игроки этого требуют, они очень хотят. Я очень много получил отзывов, на самом патрон, все просидим мультиплеер, срочно мультиплеер, прям в каким редактор уровней. Посмотри в сторону P2P. Я смотрел, но это все довольно сложно затратно. Но игрокам нравится это много. Сколько флешек я видел, все они просто рвали топы какое-то время, то есть они с удовольствием играют в топы. Да, многих останавливает как раз, что серверные технологии или вообще это как-то сложно, не многие знают. А вообще это очень, очень хорошая идея. Есть куда копать. Но не забывайте к этому мультиплееру прикручивать сингл. Не забывайте о тех, кто не хочет играть в мультиплеер. Не делать клоу. Там не столько технологий, сколько все-таки поддержки сервера и нагрузки. То есть справляться. Ну затратно, затратно. Один человек уже за такое тут надо думать. Технологии там, я смотрю, все-таки не так сложно. И вы очень должны быть уверены в этой механике. Ну потому что потратить деньги. Давайте надо вначале сингл все-таки выпускать, а потом думать о мультиплеере. Здравствуйте. У меня такой вопрос. А что с социалками? На что стоит обращать внимание? На какие жанры, темы? Да не, на вопрос. Мы социалки не делаем. можно опубликовать эти портальные флешки через агрегаторов портальных флешек типа там Аппинтэч. Но это как дополнительный доход. Добавлю по социальным играм. Сейчас как бы тема вот социальная. Я не знаю, почему здесь порзимка еще не сделала. Я не поместила Майнкрафт с фермой, где народ крафтил бы там себе заборы и домики выращивал только пусты и пироги, которые угощался и друзей. То есть как бы тенденция все-таки вот крафтинг сейчас большая. То есть за эту тему в следующие дни активно стал получать и да, песочницы в результате нехажется. Это та же фирма, только немного разная. Здравствуйте. У меня вопрос напрямую ко всем. Понятно, что инди-разработчик и любая компания помимо того, что хотят сделать хорошую игру, может даже приоритет заработать. соответственно, понятно, хорошая игра больше заработок. Но как все-таки хотелось бы понять, казуальные игры, микротранзакции к ним не относятся во всяком случае пока. Если делать мультиплееры, как вы сказали, там нужно будет использовать. а вот какие направления и на чем можно реально больше заработать, именно делая экозон? У нас как раз следующий вопрос будет примерно про это, поэтому давайте пока отложим туда его. вот следует. Еще вопросы у кого-то остались? Да, мы пока проходим все по темам и задаем вопросы по теме. Потом в конце мы на любую тему сможем задать вопросы. Я просто не уверен, что у меня вопрос по той теме, которую я уже забыл, извините. Но у меня важный вопрос, как я считаю, родился. Предположим, я инди-разработчик, я у себя на коленках дома сделал игру, я считаю, мои мечты. Она не клон, она с уникальной механикой, в ней есть физика, это вы. Вы рассказывали. Очень может быть. Да, и дальше возникает важный вопрос. У меня, как у инди-разработчика, имеющего крутую, я считаю, игру. Она, допустим, еще и мультиплатформенная, к тому же. В каком порядке, на какие платформы мне ее правильно будет выкладывать? Одновременно. Одновременно, вы считаете? То есть флешка поможет, ну, как-то так, поможет продвижение на ios, на андроиде. То есть выкладывать сразу везде, нету попадания? Ну, смотрите, есть ведь ушлые ребята, которые, если выложат сначала на флеше, очень быстро появятся на ios. Легко, дней не прошло, сразу же оказался на андроиде. Ну, конечно, оттуда выпилили, но все равно это геморрой. Поэтому делайте, пускай это все помогает друг другу, но скорее всего будет флеш помогать этому. Не знаю, глупо, наверное, ios рекламировать флеш. Да, хотелось бы, чтобы появлялся сразу на всех платформах, но, как правило, сначала делается флешка, потому что просто дешево. Человеку уже есть мультиплатформа. если уже есть, конечно, можно, но кто-то делает его флеш и сделал на флеше мультиплатформу. На флеше. Пока не видели, так? Ну, я так, теоретически. Если кто-то сделает, будет круто. А пока сначала флешка, а потом уже. По результатам. Но это вы говорите только из-за того, что, как правило, делают сначала флешку, да? Делают сначала флешку, если флешка гоба выстрелила, то можно на ios, на Android. Антон? Давай, я хотел добавить, что сразу мультиплатформу конечно, рискованно делать, можно вложиться, а идеи не выстрелят. То есть я бы желательно проверить, чтобы не оправдалось перед нами, то есть она для вас хотя бы, а может она для других. Ну, а вы с какой платформы сами хотите начинать, допустим, если у меня не мультиплатформа? Сначала флеш. Нет, я до этого разрабатывал базуально. Нет, нет, вы говорите, что сразу на все платформы делать не стоит, с какой бы вы начали? Вначале флеш, все-таки, но если хочется сразу, прям, вы считаете, что она хорошая, то желательно ее бы как бы, может быть, в каком-то закрытом группу протестировать и проверить вауэффект на людях, то есть действительно ли она нравится другим людям. Издателю показать. издателю может. На мобильных платформах. Они тоже хорошо разбирают. Не выпускаете сразу, это опасно, к сожалению. Ну вот если вы боитесь пропалить тему, да, и выложить флеш сразу в общее, то сделайте демку на флеше, отправьте iOS-паблишером посмотреть. Если они согласятся, как бы, вас провести дальше на этап демки под iOS-платформу, то это уже определенные гарантии. Вы уже дальше разрабатываете, но с прицелом. Они вам сами уже все скажут, что нужно делать. Хорошо, давайте двигаться дальше. У нас еще есть несколько вопросов, которые мы не обсудили. Следующий вопрос это самоспонсирование игр. Кому что есть сказать? Не надо. Я думаю, этот вопрос, наверное, больше ко мне, потому что я самоспонсированием занимался, как раз пробовал. Ответ очень простой. Первый. Если вы разработчик игр, то не надо вообще за самоспонсирование браться. Это совершенно отдельная тема. И чтобы эффективно монетизировать собственную игру на собственном портале, надо либо в команде иметь человека, который профессионально умеет делать и поддерживать порталы, либо забыть про игры на полгода или на год и изучать совершенно сомну, кучу новую информацию о том, как эффективно поддерживать портал. Если вы уже умеете делать игры, не теряйте время делать игры, вы больше получите в 10 раз от спонсора, чем получите на своем портале, даже при прочих равных условиях. Портал это очень инерционная вещь, ее надо долго пинать эффективными играми. Вот мы, например, уже под собственный портал выпустили игр 6 на текущий момент, которые принесли бы очень хорошие бюджеты, если бы мы их отдали спонсоры, продали сразу. И они совершенно не отбиваются в краткосрочной перспективе. Порталоводы они вообще зарабатывают копейки, но очень долго. А флеш-разработчики, инди-разработчики на аукционе, они зарабатывают тысячи, но тысячи и все, больше они ничего с игры не получают. Это вот надо понимать, если вы про самоспонсирование вообще думаете. Я могу пример привести, если хотите. Я хотел добавить еще, Джоня, просто про санктивы. Если все-таки игра не продалась, тогда можно. Когда ваша игра не пошла на победу, никто не купил, спонсоры не появились, тогда можете строить их план. Окчайние! Вот смотрите, когда-то я запустил портал, но это так, не знаю, повелся на все вот эти новые веяния, ragdollcanon.net. Я подождал, пока напишу, да? Пиарить его решили с помощью какого-то левел-пака ragdollcanon.net. Потом мы сделали еще один левел-пак, этого значит ragdollcanon, и все эти все ссылки ввели на этот самый портал. Так вот, где-то за два с половиной года общее количество денег, которое вот Google там накапал, ну и немножко цеплен старое, это что-то около десяти тысяч долларов. Это за два с половиной года. Если бы мы сунули эти самые левел-паки спонсору, каждый по двадцать легко бы принесло тут же. А у тебя сколько с тысячи получается? Получалось? Я не помню. Мало? Так как бы, ну а у тебя могло бы не десять принести, а сто, например. Это мне нужно бы сделать еще один левел-пак, камера руч, не продавать спонсорам, а опять вести. Ну то есть, понимаете, если у вас есть ресурсы такие, что вы можете выпускать в месяц четыре-пять дикеров, ну вы можете ввязаться в это. Ну хотя, имеете в виду, что нужны еще деньги на поддержании сервера. Бесплатные хостинги, как вы понимаете, не катя. И даже 500-долларовые хостинги не катя. Вот, поэтому, ну, лучше не надо. Штука вообще очень заманчивая, хотел попробовать, но что-то руки не дошли, поэтому. Повезу, пронесло. Не, ну, есть примеры, что когда у всех все хорошо. Ну вот просто, чтобы, вот, просто я услышал, Костя говорит, да, вот хотел попробовать заманчивая, если не 10, а если 100. Вот такая замануха, которая, как бы, губит порой. Очень, ну, очень много фейл стоит для порталов. Там вкладывали очень хорошие деньги, и они просто улетали в трубу. Потому что порталов очень много, это, ну, представляете, если флэшек, да, очень много, и мы сейчас рассуждаем о том, как сделать в такой конкурентной среде что-то новое. Порталов в разы больше, и они все очень похожи. В общем, главный совет не надо. Да, вот спонсоры платят примерно по центу за переход в течение вот этого перформанс периода, там, 3 месяца. мы на сайте получаем примерно центов, ой, центов, ну, в 10 раз меньше мы получаем для перехода. То есть вот отсюда цифра, что вы получите в 10 раз меньше, даже если перформанс будет, а перформанс не все получают спонсоры. Вопросы есть какие-то? Так, давайте с микрофоном еще раз озвучите, я вас перебью. Ну, так как мы новые разработчики, хотелось бы понять, есть игра, хорошая игра, предположим, вот, как ее продавать? на аукционе продавать понятно, тут все просто. Если, например, ее, пока во флэше, пока не говорим по кросспортформности и все прочее, ну, в апсторе, там, в андроидах, там все более-менее понятно, есть, там, демо, если человек дальше покупает и все прочее, но опять-таки, я не думаю, что выход на тот же андроид, апстор без спонсора, без издателя, так легко дастся, и вообще невозможно сколько это, вот, и, соответственно, если, просто на флэше, какие вообще варианты заработать с этой игрой? заработать, или что вообще с ней делать? спонсора найти, имеете в виду? Нет, не спонсора, а как, если не продавать, просто, а как еще можно с ней заработать? Я думаю, тут можно вот такое разъяснить момент, что вы можете продать спонсору за флэдсуму и получить сразу деньги, или вот, есть сейчас довольно много вариантов, такая, называемая перфоманс-сделка, вы в течении трех месяцев ваша игра генерирует драйфик, и вы получаете денег пропорционально тому, насколько успешна игра, но приходится подождать, но это как бы второй вариант, он, как правило, приносит больше, чем флэд, потому что, ну, вы ждете и рискуете вместе со спонсора. Ну, получается, что если ты в своей игре уверен, то второй вариант выгоднее и правильнее. Если игра успешна, то, да? Если ты что уверен, наверное, то надо пройти. Часто бывает, что и спонсоры ошибаются, и не дают флэд такой, ну, щедрый, а игра не отбивает, поэтому тут как бы зависит от всего. Хорошо, и вторая часть вопроса, возможно ли без спонсора, без издателя выйти на те же App Store, Android? Можно, но не нужно. Примеров много, когда выходят эти вот... Как раз с мобильной... Мобильный вопрос наступит. HD-пин-болт. Давайте перейдем к следующему вопросу. Мобильная разработка, особенности мобильной разработки. Вы расскажете как раз ответ на вопрос, можно ли выйти без издателя или стоит лучше с издателем. У нас 15 минут просто осталось буквально. Да, я сразу скажу. Если вы выходите без издателя, то есть как бы и вдруг не выстреливаете, никуда не поднимаете, и вы что-нибудь получаете с этого, потом, скорее всего, издатель уже не возьмет вас с ребют, потому что они любят все-таки свежачок. когда уже был на релизе, она потом, скорее всего, издатель скажет, «Давайте другую игру, а вот этому мы уже не будем». То есть у меня вот такой случай был с Майни-клэк-1, когда, по-моему, он читинка идёт, или какой-то другой издатель предлагает. А почему вы не хотите работать с издателем? Не то, что мы не хотим. Посмотрите, если вы будете продавать игру в App Store или на андроиде без издателя, это будет похоже на то, что, допустим, вы разработали мегалекарство от Рака и хотите на нём заработать денег. Но без издателя это будет похоже на то, что вы станете самым задрипанным городом России на окраине этого города, поставите витрину, разложите и будете ждать этих самых покупателей. Даже если ваше лекарство работает, к вам никто не придёт, а вас никто не знает. Всё, витататором. Я скажу проще. То есть издатель имеет всё-таки площадку, базу, имеет средства для кушинга, или куда-то для продвижения. Он умеет это делать. Хорошо, тогда как найти надёжного и хорошего издателя? Где его искать? Хороший издатель. Первое правило не работать с русскими издателями. Это плохая практика. У меня вообще ужасно негативный опыт был. Но сейчас вот ещё раз работаю. Всё, опять же, я учусь. Не, в этот раз там с Хирокрафтом мы запартнёрились, можно будет посмотреть на результаты. А, ну как бы издателей больших, их там совсем мало. то есть там где-то около десятка если об AppStory говорить, они легко гуглятся. Каждому можно написать там некоторые ответят, там 3-4 ответят. можно посмотреть издателя, да, и собственно собрать эти 10 названий. Начинаете писать издателям, и потом всем пишите, и кто отвечает, всеми начинаете переписываться. А потом вы выбираете по адекватности, как вам нравится. большинство издателей просто не отвечают так. Мне несколько ответят вот среди них. Ну, мне вот говорили про Челлинга, не знаю, может вы не согласитесь, потому что они работают, берут массовостью, то есть берут практически всё, значит, просто закидывают её в AppStore, она фичерится, потому что это Челлинга, какое-то время она имеет какие-то деньги, а потом они на неё забивают, почему? Потому что у них есть другие игры и над другими вещами заниматься. Нужно брать издателей, которые свою игру ведут, ну, популярную игру, успешную игру ведут очень долго. То есть вышла какая-то, ну, я не буду сейчас говорить о эпогере нашего коллеги, популярная игра, всё было здорово, попала там и в топы, и вообще везде была, но потом, спустя там буквально недели она пропала, даже несмотря на то, что они писали журналы, вообще всё для неё было шикарно. Почему? Челлинга на это забила. Вот, а есть издатели, например, мой издатель, FDG Entertainment. Эти ребята, вот, я до сих пор получаю очень хорошие деньги с Кавер Оренжа, а запускали мы её два года назад. То есть, ищите издателей, у которых есть хорошая игра, смотрите на то, как она по-прежнему, там, вы не можете сказать, сколько приносит денег, но вы видите рейтинги, которые быстро появляются, там, после нового апдейта и всё такое. Вы расскажите, как вообще вы разрабатываете игры, то есть, может, вы кому-то даете на аутсорус, ещё что-то, особенности разработки тоже, пожалуйста. Делайте всё сами, ради бога. Потому что эти люди всё испортят, они всё сделают неправильно, вы только намучаетесь. конечно, лучше самому портировать, потому что ты, ну, сам замотивирован, сам сделаешь хорошо. Ну, вот я отдал на сторону проявляться. Как раз херокраска. Ну, просто, ну, рук не хватит, я не успею сделать. Вот, и, собственно, да, такой совет, если, ну, если есть хорошая флешка, её всегда можно либо продать лицензию на мобилке, иногда лицензия на мобилке может превышать премореспонсорство. Вот, либо отдать там какой-то компании, и она там за процент портирует там, то есть, может, от 20 до 50, допустим, процентов, вы получите как бы, дополнительные деньги к флешке. Вот так. Мне пока нечего добавить, мы только сами сейчас в процессе поиска как бы паблишера. Для меня тоже больной вопрос. разработок на мобильной, поэтому тоже сложно. Я отдавал не так, на портирование тоже получилось не очень хорошо. Игра была сделана плохо, много багов, то есть, тоже осталось недовольным, что если следующую игру буду портировать, то действительно тоже с настроением, либо какой-то человек, которому можно доверить, которому можно, не зря, на, похоже на пол, что-то не так будет делать. То есть, именно на удаленном аутсорс портирования проблемам. И еще хотел сказать по мобильным разработкам, если вы хотите выходить на мобильный и не делайте в первую очередь сразу под андроид, лучше на его все-таки сосредоточиться, потому что у андроида большая декоментация по девайсам и в апстор там мало что продается и проблемы с получением денег часто встречаются. И вот мне даже такое рассказали, что не получилось деньги из андроид стора получать, выложили бесплатно, то есть игру опору, начали пушить, распространять ссылки, давать, там разочет, сразу обменник не выложили куда-нибудь. Даже народ с истории не хочется заходить бесплатно скачивать. Поэтому андроид пользователей все-таки лучше ориентироваться тогда уже когда у вас игра пошла хорошо на его я прошу прощения у нас осталось 5 минут если у кого-то еще есть вопросы по теме вот-вот-вот много вопросов отлично вопрос я думаю Ну и как. Вопрос ко всем, я думаю. По поводу того, когда вы заключаете контракт с мобильным паблишером. Как паблишер относится к контент апдейтам? Это прописано заранее в контракте или нет? Потому что, если я, например, резонтирую у вас игру на мобильную платформу, если я заключу контракт и напишу там, что вы должны предоставить минимум 3 контент апдейта, это уже обязывает паблишера на несколько месяцев заниматься вашей игрой. Как сейчас это... Паблишер или разработчик? Паблишер. Ты заключал контракт, я бы не стал что-то похожим. Ну чем подробнее контракт, тем как бы лучше, да? Ну подпишется на апдейт на 3, ну на 1 можно. Зачем? Зачем это нужно? Тогда паблишер будет себя обязывать заниматься игрой, разве нет? А вот то, что он будет обязывать себя заниматься игрой, вот это можно прописать. Ну и можно вбить в контракт маркетингу. И бюджет, просто вот сказать, что... Вот вы сейчас говорите, что паблишер забивает на игру. Это и идет к следующей игре. Если со стороны разработчика идет обязательство на контент апдейты, то можно прописать со стороны паблишера обязательство на маркетинг каждого контента апдейта. Так можно просто так прописать, без обязательства со стороны разработчика. В общем, это такой совет, что если вы подписываетесь с издателем и боитесь, что он забьет на вашу игру и пойдет заниматься другой игрой, то подпишитесь с ним на несколько апдейтов вашей игры и, соответственно, пишитесь, чтобы он и занимался всеми этими апдейтами, продвигал каждый апдейт и у вас все будет хорошо. Игра не выстригала. Зачем это нужно паблишерам? То есть, вот, пожалуйста, все равно, даже вот она неуспешна, все равно, да, этот паблишер будет делать. Он же не знает паблишера. Это не то, что рулетка, да, выстрелит, не выстрелит. Сложно предсказать. Давайте еще вопрос. Тут все понятно. Вот, я с микрофона. В общем, вопрос такой, вот так, ну, удивили меня, сказав, что с русскими издателями лучше не работать. Я русский издатель? Да. Я не лазнул, что ли? Ну, если можно, ну, что это за название, ну, как называется видатель, с которым у вас был неудачный опыт? Ну, интересно было, по-настоящему. Конечно. Умение. А, нет, ну... Вы можете отвечать на этот вопрос? Я могу отвечать на этот вопрос. Как бы, работает салавар странно, потому что, так как они свои игры выпускают через бифиши, это тут зачем дополнительное звено вот эти спочки. На андроиде они свои игры выпускают через херокрафт изначально, сейчас вроде сами выпускают. Ну, это, не знаю, странно как-то отдать. Рани вас офт, я ничего не знаю, но, как бы, примеров выстреливших игр сторонних разработчиков, не свои собственные, я не видел. Наверное, это тот издатель, с которым я работал, это вообще не надо. Еще один маленький вопрос, ну, к Джоннику, как назывался тот издатель, с которым вы работали, там, Интертеймент? Бэт Дэгэ. А, спасибо. Не называйте его Джонником, он сильно бесится от этого. Я рву провод. Мне хотелось, как раз насчет как раз показателя, я насколько понимаю, это не бета-питатель, да? И вопрос в том, удалось ли каким-то образом использовать бешком для бешком кавороны, для наглона тратинка вверх и вверх. Потому что, насколько я знаю, баблбокс никак не связан с игроками. Никак не связан с игроками. Каким образом использовалась уже готовая аппетитическая популярность игроками? То есть, инстинкт был бы вот прям вставить и непосредственно найти. Но, понятное дело, что баблбокс, скорее всего, не пойдет. Да, мы выпустили следующий левблпак. Причем здесь баблбокс. Нет, ну, например, можно использовать популярность игры, если возможность как-то договориться, например, с баблбоксом. Да, конечно, можно. Вот, например, скоро мы выпускаем очередной левблпак каверородыши с ноутдоплером. Мы там ставили ссылку. То есть, они были против этого? Ну, понимаете, аппстор это не конкурирующий с ними сайт, ничего страшного. То есть, это не означает, что они нагоняют трафик на какой-то другой портал флешвей. Ничего страшного. Кто-то, конечно, например, армору, например, может им. Как-то, почему бы, или нет? Знаете, я расскажу просто про цифры, как это там все происходит. А вот, когда все, февраль, не, в декабре вышла, в декабре, вышла игрушка GBS3. Она была популярна. Мне вот поначалу играли под миллион геймплеев. Я добавил туда, просто ради эксперимента, лого, выявил его на аппстор. Вот, и что это дало? По логотипу этому кликали где-то, ну, там, 20-30 тысяч раз в сутки. Поначалу это дало ноль. Там была ссылка на платную версию. В App Store Lite версии просто нет. Вот, и конверсия из бесплатной флешки в покупки, ну, может быть, один-две покупки с 20-30 тысяч кликов. Это довольно много, то есть она вообще никакая. Возможно, есть смысл, чтобы игра, бесплатная флешка, срывалась на бесплатную версию как-то. Она потом или монетизировать инапами, или там, чтобы... Но вот платная не работает. Спасибо. Ну, все, мы заканчиваем наш рывный стол. Спасибо вам, что пришли. Отдавали вопросы. АПЛОДИСМЕНТЫ